И я хочу еще раз напомнить, все соревнования, которые проходят в Москве, все, которые включены в календарь ЕКП, это официальные соревнования, и все главные судьи, которые назначаются мной или заместителем за подписью на положение, это значит ответственность. Ответственность еще, мы знаем, что в нашей соревнованиях должна быть предъявлена заявка, паспорт или школьника, справка с датой рождения, и обязательная страховка, и теперь у нас обязательный пункт, который должен следить в главной судье, это оплата членского сноса, является данный участник членом Федерации борьбы с АПО. Если у нас будут проверки всех маленьких соревнований, это я предупреждаю заранее, и если мы выявим, что не соблюдаются эти правила главным судьей, это, соответственно, разборка на Федерации данного судьи, и следующее, данные соревнования будут исключены из ЕКП, чтобы это каждый применил. Это ответственность главного судьи, организатора, и, соответственно, конечно, наша ответственность, значит, мы как будем проверяющие, посылать можем кого угодно, у меня пройдет хитинг. Связано с тем, если даже любые соревнования 11-13 лет, они проводят для присвоения какого-то, ну, очередного, разряда, значит, присваивают кто? Федерация. А если присваивают Федерацию, значит, он был должен, обязан быть членом Федерации. Вопрос, пожалуйста. Очень просто. Значит, теперь проверяется, должен предоставить на своем телефоне проплату через Федерацию, что он не является членом Федерации. Точно так же, как мы проверяем страховку, точно так же проверяем на телефоне проплату членского взноса. Как вы с студентским членом? Там нет любовицы? Нет любовицы? Они чего-то у нас, это самое, являются... Мы им приемлемы, еще раз, вот я не понимаю, а зачем тогда у нас нет любовицы? У меня кричный вопрос. Я объясню. Они чего являются у нас... Я к слову сказал. Ну, тогда как? Студентство, ребята, не будет, если они застанут, заплатят. Я тоже, не за свои студенты, я тоже. Вы присваиваете разведку? Я, да. Да? А если вы присваиваете, значит, они... Мы все обезьяны, одно и то же. Я объясняю двое. Если мы переставим разряды, значит, они должны обязаны быть членами федерации. Нет, значит, до свидания. Тогда не участникам этих соревнований мы ничего вам присвоим не будем. По-моему, очень простой этот метод. Еще есть вопросы, вот по данному вопросу. Спасибо. Я просто к нам уже, прям две минутки, чтобы вы знали, коллеги. Евгений Алексеевич, то, что сказал, просто он ссылается на документ. У нас в Московской Федерации были приняты. Причем и с полкома Федерации принимала различные решения. И вот один из моментов, один из протоколов, они все на сайте будут вывышены. Это об утверждении правил, повестка дня протокола заседания президиума. Об утверждении правил, обслуживанных судейским корпусом соревнований Федерации САМПО Москвы. Значит, решение из полкома, это все-таки документ для нашей деятельности. Поэтому я просто кратко зачитаю. Первое. Обязать судей членов судейской коллеги Федерации после начала работы нового сайта пройти регистрацию в качестве судей. Это то, что я вначале о чем говорил. То есть это законодательный момент. То есть кто в коллегии судей есть, вы должны в качестве судей сделать регистрацию. Второе. Денежные выплаты за судейство производить только судьям, оплатившись в Штеншеский износ в Федерации. Это тоже занимается выплатой на соревнованиях официальных. Третье. Допускать к судейству на официальных соревнованиях Федерации только судьи и членов судейской коллегии Федерации или Всероссийской Федерации САМПО, назначенных Всероссийской Федерацией САМПО или приглашенных на соревнованиях организаторов. О чем мы говорим? Есть официальные турниры соревнований, всероссийские, там, Лукашева, Борискова, еще что-то. То есть там могут быть судьи, которые не московские коллеги, а приезжие, они являются членами всероссийской федерации самбо. Поэтому здесь тоже об этом написано. Дальше. В случае совпадения, важный момент, в случае совпадения по дате проведения официальных соревнований федерации и других турниров по самбо, члены судейских коллегий, которые распределены на соревнованиях, обслуживают официальные соревнования. Часто бывает так. Договорились судьи, даже судьи первенства Москвы, а потом оказывается, что 5 каких-то турниров, они все разъехались, официальные соревнования не обслуживаются. Потому что есть у нас общественная работа в федерации и дальше ваша личная деятельность. Не забывайте, что когда вы соревнования судите, обслуживаете и другие соревнования, участвуете в качестве судей, вы все равно используете знания, авторитет и официальные документы, которые приобретаете в рамках московской коллегии судей. Дальше. Представление для присвоения и подтверждения первой судейской коллекционной, второй всероссийской коллекционной федерации подлежат обязательной подписи представителей судейской коллегии федерации. Тоже мы об этом говорим. И судьи, члены коллегии федерации могут обслуживать соревнования, не включенные в календарный план федерации или всероссийской федерации при согласовании с руководителем, с председателем судейской коллегии федерации. Вот такие решения по судейской коллегии. Ну и немножко подсказка по проведению соревнований. То же самое Евгений Алексеевич сказал, Евгений Иванович. По проведению соревнований. И это важно, потому что сейчас очень много проверяют соревнования. Это тоже другой протокол другого сполкома. Сейчас. Утвердить. То есть правила проведения соревнований в Московской Федерации Самбо Москвы. Утвердить ответственность проводящих организаций за соответствие мест проведения соревнований, требования правил соревнований, так и другим правилам, в частности пожарной безопасности. При проведении соревнований получать следующие рекомендации. Нагрузку на один борцовский ковер не должна превышать 65 человек. Из-за расчета, что длительность схватки составляет 4 минуты. А общее время соревнований не превышает 6-7 часов. При этом организаторам необходимо учитывать время на различные форс-мажорные обстоятельства. Соревнования младших возрастных групп, организованные в виде профессиональных соревнований, открытых ковров, не могут заканчиваться позднее 17 часов. Соревнования младших возрастных групп, организованные в виде турниров, не могут заканчиваться позднее 19 часов. Это вопрос о том, что соревнования в 11 заканчиваются, бывает в 12, нарушают все нормы САМПИНа. Отвердить возможность проведения в рамках одного турнира соревнований не более чем в двух возрастных группах, разрешенных правилами. Опять же, разрешенных правилами Всероссийской Федерации. Они возраст, который еще даже сам бы не имеет права заниматься на данный момент. И обязательно все проводящие организации предоставляют официальный отчет о соревнованиях информации о турнире, а также фотоотчет в Федерацию не позднее трех рабочих дней с момента проведения данного указанного соревнования. Я еще раз повторю, это касается тех соревнований, которые включены в календарь Московской Федерации САМПИНа, которые подают, чтобы мы присылали календарный номер, чтобы они висели на сайте положения вывешивания, обслуживались и так далее. Если вы проводите первую цепочку и никуда не вывешиваете, то остальное на вашу ответственность. Просто поймите это правильно, это в первую очередь сделано для того, чтобы были вы защищены как организаторы и судьи, которые являются главными судьями, и работают на этих соревнованиях. Сейчас, значит, я хочу сказать, что, ну, воправдание, для чего мы все это делаем? Я могу сказать, у нас есть такие фамилии и судьи, которые в течение нескольких лет проходили семинары, получали соответствующую категорию, вторую, первую, всероссийскую, но в жизни Москвы никакого участника, как судьи, не принимали. Они принимали только в коммерческих турнирах, где говорили, я жужжу, я в всероссийской категории и, соответственно, мне оплачивают на этого вот столько. Больше вот такого не будет. Даже если, это дискредитация нашей, в общем-то, всероссийской, нашей московской федерации самбо. Поэтому мы хотим искоренить это. Если вы хотите быть судьей, пожалуйста, даже участвовать в коммерческих, пожалуйста, но вы должны отработать у нас. Не меньше, вот трех раз, как мы говорили, участвовать в какой-то жизни, повышать свою квалификацию, но не быть нахлебниками просто нашей организации. Давайте передаем слово. Передаем слово Андрею Николаевичу, Ивановичу, Филиппу. Для технического секретаря. Вопрос, пожалуйста. Вся информация у нас всегда на нашем сайте. У нас первые соревнования в марте, поэтому все еще все успеете увидеть. Мы сейчас все прошел семинацию. Не всегда распределяем, конечно, потому что не на все соревнованиях распределяем. Официально. Я могу сейчас сказать, коммерческий турнир, он не под экиды федерации. Как вы там проводите? И что вы там делаете? Нет, я просто говорю для тех, кто про это. Это не наше дело. Это дело, в общем-то, органов, определенных органов, которые приходят и говорят, товарищи, покажите, пожалуйста, кассу ВИЧ. Покажите, на какого основания вы не собираете. И это уголовное дело. Пускай они этим делом коммерцией занимаются. Как мы должны регулировать, когда... Еще раз. Нет, я сейчас еще раз. Они в плане ЭКП не стоят. Это не наши турниры. Нет, никакого разряда, ничего. Никакого. Конечно, никаких разряда. Но про это угодит. Пожалуйста. Значит, поддержка от федерации. Мы специальная федерация. Сколько у нас бесплатных турниров юношек? Планируется у нас 4 бесплатных юношек турнира, где берем на себя все. Обязательно. Судейство. Награды. Обеспечение соответствующих, ну, залов. Грамот. И все. Полностью федерация берет на себя. Федерация или что? Федерация. Чистая федерация. Берет полностью на себя. Федерация. В этом году фасад в один турнир так проверили. И просто пандемия остановила. Был классный. Бразный тушек пропадает. Бразный зал. Ну, вы прекрасно понимаете. Этот год не очень-то удачный для нас. Но и тур мы один турнир провели. В этом году планируется 4. Еще вопрос. Лига Самба. Меньше спайта надо. Если вы не пользуетесь вашим сайтом, то какие вы претензии к кому сейчас поднимаете? Ну пользуйтесь, вы же паспортом своим пользуетесь, ну и пользуйтесь нашим сайтом, и вся информация вас будет приглашать.